Перед тем, как сделать выбор, нужно очень хорошо подумать. Готов ли я жить как демон и брать по их правилам? Или лучше постараться им помешать? А может, забыть обо всём и жить дальше как человек? Нет, не может дело. Глупо идти против природы. Мне нужно смириться с тем, что я демон, и поскорее. Даже если я снова вернусь к людям, все мои друзья и знакомые в конце концов умрут, и я останусь совсем один. Я оказался демоном, а значит, должен жить как демон. В столовую, так в столовую. Кушайте, да? Ну что, Луи, как всё прошло? Сумбурно, правда? Вот ваше письмо. Должен признать, это был незабываемый опыт. Расскажи подробнее. Я с лёгкостью справился, да? Мне стало дурно вроде, да? Если честно, у меня тошнота покатила в голову. Ага, со мной было точно так же. Ты молодец. Грегори? Чем могу полезен? Я хотел убедиться, что наш дорогой Луи узнал всё, что ему нужно. Нужно для чего? Ты волен поступать как хочешь, Вильям. Я хочу, чтобы у него была такая возможность. Я тоже Грегори. Твои идеи тебя погубят, брат. Пожалей, Луи. Он не должен страдать из-за тебя. Скоро состоится голосование. И это лицедействие наконец-то закончится. Только не тяни его с собой на одно, ладно? Не доверяешь ему? Как раз наоборот, братец. Луи только что присоединился к семье. Дай ему возможность найти своё место. Не слушай его. Он просто сердится на отца. И не без причины. Он обращается с нами так же, как с людьми. Пытается запугать и подчинить. Опять он за своё. Когда же ты уже поймёшь, что прогресс требует от нас других правил и порядков? Он тобой помыкает, а ты рад. Очнись, что ты наконец. Его методы изжили себя, а он слишком стар, чтобы это понять. Он всех нападует. Хорошо, послушаем очередную тиражу. Вильям всегда любил разыгрывать такие спектакты. Он по натуре актёр. Согласится. Может, он ощущает собственную неполосенность? Сколько раз я ему утвердил, Луи. Он слишком торопит события. Как ты смеешь? Ты слеп, брат. Все доказательства у тебя перед носом, но ты их не замечаешь. У меня тебя искренне жаль. Чай пьют горячим. Или не пьют вовсе, Вильям. Он начинает горчить. Не стоит заваривать его слишком долго. Я знал, что ты придёшь. И слишком предсказываю. Скорее методично. Чтобы жизнь шла своим чередом, надо действовать грамотно. Вот он самодержанный строй. По словам грамотно, вы имеете в виду по-вашему. Ну, и тебе не кажется, что за столько лет мы успели набраться опыта? Может, мы уже поняли, как действовать грамотно? Я понимаю, что вы хотите как лучше, но ваши слова легко понять неправильно. Каждый влиятельный человек считает себя знающим. Правда, оказывается, что такие люди ошибаются или вовсе не осмыслят. И все французские короли, к примеру, были заставлены правителями. Как видишь, Луи, Грэгей очень хочет тебя переманить. Перемены нужны миру. Отец многое сделал для человечества. Но его время пришло. Пошло. Пора уступить дорогу другим. Довольно. Посмотри, Луи, видишь, какой пример подарит тебе отец? Мне жаль, что тебе пришлось столько пережить. Ты пока не знаком с нашей семьей. Полагаю, мы произвели на тебя не лучшее впечатление, но знай, что мы не согласны с половиной у меня. Попомни, если он будет продолжать в том же духе, нам придется применять силу. Тебе придется решить, с кем ты мой мальчик. Я сожалею, что мы встретились при таких обстоятельствах. Ой, да нам уже нечего терять. В чем мы тут? Мир перевернулся. Вот что бывает, когда не хочешь играть по их правилам. Луи, боюсь, тебе пора принадлежать с выбором. У тебя лицо в коксе. Если поддержишь Вильяма, он утянет тебя на дно. Если вы выберешь меня, клянусь, ничего плохого с тобой не случится. Тебе не придется отвечать за ошибки своего отца. Маски сорваны. Я даю тебе свободу. А он приказывает выбирать. И советую предать собственного отца. Вот их истинное лицо. Перед тем, как сделать выбор, нужно очень хорошо подумать. Готов ли я жить как демон и брать по их правилам? Или лучше постараться им помешать? А может, забыть обо всем и жить дальше как человек? Нет, не может дело. Глупо идти против природы. Мне нужно смириться с тем, что я демон, и поскорее. Даже если я снова вернусь к людям, все мои друзья и знакомые в конце концов умрут. Я останусь совсем один. Я оказался демоном, а значит, должен жить как демон. Ну что? Что ты выбрал, Луи? Я поддерживаю своего отца, Сергей Грэгель. Хорошо. Учти, я тебя предупредил. Не держите на меня зла. Я не могу его предать. Пора завершить начатое бро. Голосование, которое решит судьбу Луизианы, состоится через несколько часов. Предупреди своих союзников, подготовься к собранию. Предлагаю тебе сделать то же самое. Пошли, следуй мне. На победу? Шансы? Ты плохо меня знаешь, Луи. Победа нам обеспечена. Если хоть кто-то проголосует против, мы проиграем. Не волнуйся. Все проголосуют за. Почему? Потому что у меня есть союзи. И кто это? Ты? Друзья, прошу приготовиться. Мы скоро продолжим. Пришла пора выкладывать карты на стол. В смысле, я бы мог зайти в леди Хилл в бок? Она же сдохнула. Что за хрень? Что за хрень? Ничего не понимаю. Что ж, вот и конец четвертая часть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.